Глава 21. О неведении и рабстве. Должно знать, что Христос восприял естество, не обладавшее видением и рабское. Ибо человеческое естество является рабским по отношению к сотворившему его Богу и не обладает знанием будущего. Поэтому, если ты, согласно с мнением Григория Богослова, отделишь видимое от того, что воспринимается умом, то тогда плоть называется и рабской, и не обладающей видением, но по причине тождества ипостаси и по причине неразрывного соединения душа Господа весьма обогатилась знанием будущего, подобно тому, как и остальными божественными знамениями. Ибо подобно тому, как плоть людей по своей собственной природе не есть животворящая, а плоть Господа, ипостасно соединенная с самим Богом Словом, хотя не потеряла своей естественной смертности, но по причине ипостасного соединения со Словом сделала животворящей, и мы не можем говорить, что она не была животворящей и не есть всегда животворящей. Так и человеческое естество по своей сущности не владеет ведением будущего, а душа Господа по причине соединения с самим Богом Словом и ипостасного тождества весьма обогатилась, как я сказал, вместе с остальными божественными знамениями, так же и ведением будущего. Должно же знать, что мы не можем называть его даже и рабом, ибо имя рабства и имя господства — суть признаки не естества, но того, что относится к чему-либо, подобно тому, как имя отчества или имя сыновства. Ибо это годно к обозначению не сущности, но отношения. Следовательно, подобно тому, как мы сказали относительно неведения, что всякий раз, как при помощи тонких мыслей, то есть проницательных представлений ума, ты разделишь сотворенное от несозданного, то плоть является рабской, если она не соединена с Богом Словом. Но однажды соединенно ипостасно, каким образом она будет рабской? Ибо Христос, будучи единым, не может быть рабом самого себя и Господом. Потому что это свойственно не тому, о чем говорится просто, но тому, что имеет отношение к другому. Итак, чьим он будет рабом? Отца. Следовательно, не все то, что имеет отец, принадлежит и сыну, если только он раб отца, а самого себя никоим образом. Каким же образом о нас, которые усыновлены через него, говорит апостол? Тем же уже не сираб, но сын. Послание к Галатам, апостола Павла, глава 4, стих 7, если только сам он раб. Итак, он называется рабом по одному только наименованию, сам не будучи им, но ради нас, приняв образ раба и вместе с нами назвавшись рабом. Ибо, будучи бесстрастным, он ради нас подчинился страстям и сделался слугой нашего спасения. А те, которые говорят, что он раб, разделяют единого Христа на два, совершенно так, как не истории. Мы же говорим, что он владыка и Господь всякой твари, единый Христос, один и тот же вместе, и Бог, и человек, и все знает. В нем же суть, вся сокровище премудрости и разума сокровенно. Послание к Колоссянам, апостола Павла, глава 2, стих 3.